Одна из лучших притч царя Соломона Сейчас вы послушайте одну из самых лучших его притч, где собрана вся мудрость мира. Когда царь Соломон спустился с горы, после встречи восхода солнца, собравшиеся в подножие сказали, «Ты источник вдохновения для нас, твои слова преображают сердца». «А мудрость твоя просветляет разум, мы жаждем слушать тебя». Он улыбнулся и сказал, «Вы свет мира, вы звезды, вы храм истины, в каждом из вас вселенная, погрузите ум в сердце, спрашивайте свое сердце, послушайте через свою любовь». «Блаженные, знающие язык Бога. В чем смысл жизни?» «Жизнь – это путь, цель и награда». «Жизнь – это танец любви, ваше предназначение – расцвести. Быть – это великий дар миру. Ваша жизнь – история вселенной. И поэтому жизнь прекраснее всех теорий. «Относитесь к жизни, как к празднику. Ибо жизнь – цена сама по себе. Жизнь состоит из настоящего, а смысл настоящего – быть в настоящем». «Почему нас несчастье преследует?» «Кто съели, то и собираете. Несчастье – это ваш выбор. Бедность – творение человеческое. А горечь – это плод невежества. Обвиняя, теряйте силу. Обожделяя, рассеивайте счастье. Проснитесь, ибо нищий тот, кто не осознает себя. А не нашедшие внутри Царство Божие – бездомные. Бедным становится тот, кто пустую тратит время. Не превращайте жизнь в прозябание. Не позволяйте толпе погубить вашу душу. Да не будет богатства вашим проклятием. «Как преодолеть несчастье? Не осуждайте себя, ибо вы божественны. Не сравнивайте и не разделяйте. За все благодарите, радуйтесь, ибо радость творит чудеса. Любите себя, ибо любящие себя любят все. Благословляйте опасности, ибо смелые и обретают блаженство. Молитесь в радости, и несчастье обойдет вас. Молитесь, но не торгуйтесь с Богом, и знайте, восхваление – лучшая молитва, а счастье – лучшая пища для души. Какой путь к счастью? Счастливы любящие, счастливы благодарящие, счастливы умиротворенные, счастливы нашедшие рай в себе, счастливы дарящие в радости и счастливы принимающие дары с радостью, счастливы ищущие, счастливы пробудившиеся, счастливы, счастливы внимающие в голосу Бога, счастливы исполняющие свое предназначение, счастливы познавшие единство, счастливы изведавшие вкус Богосозерцания, счастливы пребывающие в гармонии, счастливы прозревшие красоты мира, счастливы открывшиеся солнцу, счастливы текущие как реки, счастливы готовые принять счастье, счастливы мудрые, счастливы осознавшие себя, счастливы возлюбившие себя, счастливы восхваляющие жизнь, счастливы созидающие, счастливы свободные, счастливы прощающие. В чем секрет изобилия? Жизнь Ваша, величайшая драгоценность в сокровище Бога, а Бог драгоценность сердца человечества. Богатство внутри Вас неистащимо, а изобилие вокруг Вас безгранично. Мир достаточно богат, чтоб каждый стал богатым. Поэтому чем больше даете, тем больше получаете. Счастье стоит у порога Вашего дома, откройтесь изобилию, и превращайте все в золото жизни, блаженные, нашедшие сокровища в себе. Как жить в свете? Пейте из каждого мгновения жизни, ибо непрожитая жизнь порождает печали. И знайте, что внутри, то и снаружи. Мрак мира от мрака сердца. Счастье – это восход солнца, богосозерцание – это растворение в свете, просветление – это сияние тысячи солнц, блаженные, жаждущие света. Как обрести гармонию? Живите просто, не приносите никому вреда, не завидуйте, пусть сомнения очищают, а не приносят бессилие. Посвятите жизнь прекрасному, творите ради творчества, а не ради признания. Относитесь к ближним, как к откровениям, преобразите прошлое, забыв его. Привносите в мир новое, наполните тело любовью, встаньте энергией любви, ибо любовь все вдохотворяет, где любовь, там Бог. Как достичь совершенства жизни? Счастливый преображает многих. Несчастные остаются рабами, ибо счастье любит свободу. Воистину радость там, где свобода. Постигайте искусство счастья, откройтесь миру, и мир откроется вам. Отказавшись от противостояния, вы становитесь владыкой. И посмотрев на всех, с любовью он добавил, но многое еще вам откроет безмолвие. Только будьте собой. Причи царя Соломона Обращение к потомкам Причи царя Соломона написаны, как обращение отца, учащего сына, мудрости жизни. Какие поступки могут считаться угодными Богу, а какие плохими? Наставление сыну, как наследнику, самому дорогому для настоящего отца человеку, покоряет своей любовью и заботой. Никто не может упрекнуть родителя в нравоучениях, соблюдая которые его родимый сын достигнет людского уважения и Божьего благословения. Причи царя Соломона объединяются в 31 главу, в которых перечисляются все мыслимые ситуации жизни и дается совет, как лучше поступать в каждом случае. Но если рассматривать их в целом, то смысл наставлений аналогичен десяти Божьим заповедям, которые необходимо соблюдать всем, кто хочет жить в мире и благополучии. Книга притчей Соломоновых, авторство которой приписывается саму царю Соломону, состоит из нескольких глав, написанных другими лицами, что не меняет характера повествования и смысла. Чему учат притчи израильского царя? Притчи Соломона, итог его жизненного опыта, который он передает не только своему наследнику, но всем людям, желающим жить в мире и согласии со своей совестью. Легенда о царе Соломоне Бог подарил Соломону кольцо, с помощью которого человек обретает власть над демонами. Соломон сумел обезвредить всех демонов, чтобы они не мешали строить храм, который не успел закончить его отец Давид. Но главный демон царя Осмодей не подчинился воле Соломона, который не смог понять истоки силы демона. Обманами и хитростью Соломон сумел заманить Осмодея в ловушку и взять его в плен. Поселил царь демона в саду, опутав цепью, выбирая вероятными именем Бога. Не мог сбежать Осмодей и исполнял все приказы Соломона, подчиняясь кольцу с божественной печатью. Вынужден демон был отдать свою колдовскую книгу и поведать тайну червя Шамир, который мог обтащить камень любого размера и использовался при строительстве храма. Но обладела царем Соломоном любопытство, какая сила у демона и в чем ее причина. За открытие тайны сбросил властителя Израиля цепь с демона и снял с пальца свое кольцо. В тот же миг стал Осмодей гигантских размеров, соединим своими крыльями Божий мир и преисподнюю. Вырвал перстень Бога из рук Соломона и забросил его в море, а самого царя закинул в дальнюю страну. Сам же принял облик Соломона и стал править вместо него в Иерусалиме. Долгих три года скитался Соломон в чужой стране, не отрекаясь от Бога. При нем заслуженное наказание за чрезмерную гордость, самоуверенность, любопытство. Но одажды в чреве рыбы нашел он свой перстень и смог вернуться во дворец. Осмодей в тот же миг сгинул, а Соломон снова стал править Израилем. Но навсегда запомнил он свои излоключения и сделал выводы, чтобы не ошибаться в дальнейшем. Получая сына и всех, кто читает притчи мудрого чрезмера Соломона, предостерегает будущее поколение от пройска узлых демонов. Только именем Бога можно победить свои страсти, одержав в конце концов победу над пройсками князя тьмы. Книга притчей Соломоновых учит живущих слушать свой внутренний голос, прежде чем поступать опрометчиво, сожалея позже о неправедном поступке. Нравоучение Соломона разделено на несколько тем, посвященных образованию молодых людей, зрелых мужчин, женщин и правителей. После смерти царя в народе распространились многочисленные истории о мудрости Соломона, разрешении им трудных житейских ситуаций. Сейчас трудно разграничивать фантазии народа и то, что было в действительности, но история о кольце – одна из самых известных легенд о Соломоне. Легенда о кольце Соломона Притча про Соломона и его кольцо Легенда повествует о страшном голоде в стране, который правил Соломон. Видя, как люди умирают с жестокой смертью, царь начал продавать золото и драгоценности. Чтобы купить провизии и спасти свой народ, видя бессмысленность своих действий, царь обратился к жрецу с просьбой помочь ему. Жрец подарил кольцо, которое в древности считалось символом власти, магическим знаком бесконечности единства. Жрец посоветовал юному царю держать постоянно при себе это кольцо и в минуту душевного волнения просто держать его в руках. Придя домой, Соломон рассмотрел надпись «Снаружи на кольце сделан на древнем языке», который, впрочем, Соломон понимал. «Все пройдет». В эту минуту молодой правитель понял сокровенный смысл фразы и приобрел спокойствие, которое так необходимо при решении дел государственной важности. Без сомнения, мудрость восторжествовала, и Соломон принял решение, единственное возможное в этой ситуации. Прошли годы, царь женился и вырастил детей. Кольцо, как верного советника, он постоянно носил при себе, но однажды преждевременная смерть любимой выбила его из колеи, и слова, что все пройдет, вызвали протест и возмущение. С яростью царь бросил кольцо, но успел разгладеть на внутренней стороне еще одну надпись, которую не видел прежде, и это пройдет тоже. Прошло еще много времени, прежде чем царь Соломон состарился. На смертном одре его уже не втишали обе надпись на кольце. Перед смертью пора подводить итоги прожитой жизни, чего смог достичь и что каждый оставляет потомкам. К изумлению царя на ребре кольца обнаружилась еще одна фраза. Ничто не проходит. Каждый человек прожил жизнь, оставляет в ней след, а вот плохое или хорошее, зависит от того, что сделал человек при жизни, какими словами будут вспоминать его потомки. По преданию царь Соломон был похоронен вместе со своим кольцом. Многие кладоискатели желают найти царский атрибут, приписывая к кольцу магическую силу и власть. Но где находится захоронение мудрого царя, никто не знает. Легенда о настоящей матери. Еще одна жизненная ситуация, как бы рассудил Соломон, история о ребенке. Рассказ можно без проблем. Две женщины пришли к Соломону с просьбой выяснить, чей ребенок остался жить. Разродились роженицы с разницей в три дня. Но одна из них случайно задавила во сне малыша. Недолго думая, женщина подменила младенца. Когда утром вторая мать решила покормить ребенка, она увидела, что младенец мертв и ей не принадлежит. Споры, чей же ребенок умер, ни к чему не привели. Дело дошло до драки, но отступать ни одна из женщин не хотела. Царское решение повергло в ужас одну из рожениц. Царь велел принести меч и разрубив живого малыша пополам, отдать половинки обеим претендентам, чтобы никому не было обидно. Истинная мать пала к ногам правителя и умоляла отдать ребенка ее соседке, сохранив жизнь малышу. Вторая женщина была удовлетворена царским решением и согласилась принять половину ребенка, зная, что ее малыш уже мертв. Соломон признал право настоящей матери на малыша. Родная мать сделает все, чтобы ее ребенок остался жить, пусть даже с чужой женщиной. Лжесвидетельство большой грех и рано или поздно становится явным, поэтому рекомендуется в любых ситуациях говорить правду, чтобы не прослыть в руном среди окружающих людей. Легенда о выборе. Однажды некий человек пришел к царю Соломону за советом. Что делать, если перед каждым жизненно важным выбором человек не может спокойно спать, так как постоянно думает, как выбрать правильное решение? Страх ошибиться отнимает у него покой и сон. И чем больше он размышляет, тем больше сомнений вызывает у него предстоящие решения. Соломон спросил посетителя, как бы он поступил, если бы увидел тонущего в реке ребенка. Бросился бы спасать чужого малыша или прошел бы мимо, оправдывая свой поступок, что все равно не успеет помочь малышу. Посетитель без тени сомнения и не раздумывая ответил, что несмотря ни на что сразу бы бросился спасать ребенка из водного плена. Царь спросил, изменилось бы решение спасти ребенка, если бы событие произошло вчера или в будущем. Получив отрицательный ответ, Соломон сказал, что человек выбирает ситуативное единственное правильное решение, поэтому ему не надо мучиться, правильно ли он поступает. Пока поступки его согласуются с совестью и Божьим учением, у человека есть только один вариант поступков, верный и правильный, поэтому выбора таковой отсутствует. Однако в привязанности к другому человеку следует действовать по сердцу, и выбор появится только тогда, когда человек изменится. Другие привычки, другие приоритеты. Посетитель пошел домой, успокоенный, и больше бессонница его не мучила. Многие люди мучительно долго раздумывают, как следует поступать в той или иной жизненной ситуации. А между тем, правильное решение зависит от моральных ценностей, исповедуемых каждым гражданином. И поступает человек соответственно своему образованию и воспитанию, на подсознательном уровне разделяя добро и зло. Говорят, что однажды приснился Соломон Бог и спросил его о самом заветном желании, обещая его точа же исполнить. Евдейский царь попросил Господа сдать ему ума и мудрости, чтобы править страной. Желание было исполнено, и слава о самом мудром правителе распространилась по разным странам. Позднее Соломон научился понимать язык зверей и птиц, говорить с животными, живущими на суше и в воде. Эти знания отразились в рассказах о царе Соломоне, которые передавались из уст в уста. Да, сегодня эти истории можно применять в жизни. О змее и о крестьянии. Бог доверил змее хранить клад, повелевая жалить в пятку всех, кто покусится на сокровище. Но случилось так, что настала засуха, змея умирала от жажды. В это время мимо проходил человек с кувшином молока. Змея попросила напиться и пообещала в награду рассказать, где спрятан клад. Христианин дал напиться молока, и она показала камень, под которым спрятан клад. Но когда человек захотел унести сокровище, змея вспомнила о своем предназначении сверечь драгоценность и обвилась вокруг шеи благодателя. Христианин возглутился и предложил пойти на суд царю Соломону, чтобы тот определил, что из них право. Змея согласилась, но шея не слезла. Так они и пошли к Соломону. Соломон заметил змею. Соломон заставил змею слезть в шеи крестьянина, потому что сначала должен наказывать царь, и лишь потом его поданные решат проблему между собой. Змея слезла в шеи, царь между тем интересовал внимательно слушать рассказанные истории их встречи и дальнейших действий. На словах змеи о необходимости кусать каждого, кто позарится на веянные ей классы, Соломон сказал, что каждый человек при встрече со змеей должен раздвить их голову. При этом изречении крестьянин схватил камень и размножил голову коварной змеи. От этой истории пошла поговорка, и лучший из ней голову размножжи. Притча учит соблюдать договор, и если пришлось нарушать свои обязанности, не следует хитрить и стиховать вину на другого, передавая невиновного наказанию. Спасибо за просмотр моего видео. Желаю вам удачи. Желаю вам, чтобы притчи Соломона помогли вам в жизни стать справедливым, честным. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии.